Из десяти заповедей Ветхого Завета каждый, наверное, помнит как минимум три «Не убей, не укради, не возжелай жены ближнего». Впрочем, для множества цивилизованных людей это скорее принципы человеческой нравственности и морали, а последствия от нарушения некоторых из них подробно описаны в другой книге, в Уголовном кодексе. Должен ли политический лидер быть верующим человеком? Лучше ли живется народу, если руководитель страны верит в Бога? Как по-вашему? Смотря во что верить. Если в Бога, то нет. Это не обязательно. Глава правительства должен верить в Бога, потому что Израиль, согласно Торе, это страна евреев, не христиан и не мусульман. Потому что он руководит страной, народом, поэтому он должен быть честным. А человек, если честный, значит он верующий. Вы понимаете, если быть искренне верующим, возможно, да. Если только показывать внешние атрибуты веры, то я в этом не вижу смысла никакого. Не знаю, как насчет правителя страны, но человек без веры жить не может. Это и не должен, наверное, такое он существо, ну, по моему мнению. Я думаю, что не обязательно. Духовное развитие, по-моему, оно не связано с религией. То есть, должен ли быть человек, который устремлен духовно развиваться? Я думаю, да. Иногда это становится политической игрой, использовать религиозность как способ привлечь избирателей. И мне это не нравится, особенно когда выделяют представителей одной религии и игнорируют другую. У президента есть право говорить, верит он в Бога или нет. Точно так же, если бы он был геем, он имел бы право об этом сказать. И даже если бы он соврал, наше дело, верить ему или нет. Это и есть свобода. Он является, в общем-то, лицом всей страны. Представляет весь народ, защищает весь народ. И многие берут с него пример. Наверное, он должен быть верующим. Все, кто смотрит сейчас на Владимира Владимировича, должны тоже вдариться в ислам или в христианство. А если он будет буддистом тогда что? Звезды поменяем на что? Нет, я считаю, что руководитель страны – это светский человек. Вне зависимости от того. Во что он верит, это он пусть дома верит. Аналогичный вопрос мы задали и на нашем сайте rtvi.com. Только 32% наших респондентов считают, что руководитель страны должен быть верующим. Большинство, 54%, с этим не согласны. И 14% затруднились ответить. Последняя цифра – редкий случай. Видимо, вопрос действительно сложный. И ответа на него у многих нет.